Продолжение следует... Привет-привет-привет-привет-привет. Почему в Минске так холодно? Можно поинтересоваться, ребят? О, какая погода! Потому что я иду и понимаю, что у меня скоро отмерзнет все, что выросло за 26 лет. Мне не холодно, блять, я жалуюсь вам иду, мне очень холодно. приехал называется тут уже осень лютая просто москве еще лето в добрый вечер москве тоже дубак ну вот короче как то так да вот мы все в минске живем сейчас как бы холодного тинка я сейчас пытаюсь короче пытался вызвать такси не вызвал решил пошли очко пойду пешком сейчас я понимаю что это тоже плохая затея потому что я просто потерялся живу в минске возле тебя а возле меня это где возле меня куда я иду хочу поехать купить себе каких-нибудь вещей потому что безумно холодно ждать помощи от вот и не приходится вот пока из москвы мои вещи кто-нибудь передаст меня найдут на остановке мертвым поэтому ребята приходится лишний раз тратить бабки проспекте дежинского у меня квартира это не живу у меня просто квартиры куплено да я думаю в какой магазин пойти наверно зару какую-нибудь гоняю вот вообще шляпу хотел себе купить так я понимаю у нас минск колхозный город принципе москва вроде бы огромный мегаполис очень сложно найти гулял по москве искал шляпу ну типа под кожанку там все дела чтобы стильно красиво было мы живем в постсоветском пространстве где мужская шляпа это кипарик этого таксиста лихача что очень печально пытался вчера на кухарба той же посмотреть понял что просто колхознота тут жаль жаль очень жаль так я не хочу просто отвечать на очень глупые вопросы на которые отвечал миллион раз если вас каждый день будут спрашивать ходили ли вы в туалет просто потому что это данность вы будете каждый раз отвечать доходил доходил как бы нормальный здравомышленный человек понимает что когда и как пешка какая ушанка нормальную шляпу хочу стильно модно молодежно не могу нигде найти квартиру кстати тоже стараюсь снять квартиру хотя бы за баксом 400 но я думал что это нормальные деньги за жилье в минске за однушку евро однушку понимаете что оказывается ни хрена блять белоруссии люди получают 300 долларов зарплату а квартира стоит однушки не под семью даже 400 400 за 400 найти даже чтобы нормально не могу но такое короче как все печально как всегда ничего не меняется жизнь боль классный вопрос зачем снимать если у тебя есть квартира вы живете в квартире где нет электрики где нет сантехники в квартире который идет ремонт ремонт если вы живете в квартире в которой идет ремонт и я вас поздравляю ваша жизнь отстой извините но это правда нормальные люди в таких квартирах не живут все очень просто так привет привет милая начать ребят милашка да сейчас минске очень холодно я не умру да согласен и умру кажется еще выйти ну немножко так я не знал что для ремонт подожди насчет квартиры ты мои знала она насчет того что у меня ремонт не знала странно вы следите за мной потому что все знали о том что у меня ремонт в квартире я ни разу не говорил что я своей квартире жил я ни разу не говорю что у меня в квартире сделан ремонт вообще в принципе ни разу подобных слов не проронил. Вы делаете сами выводы, основываясь на чем. Ну, если вы такие выводы сделали, ну, тогда я сделал у вас свои выводы. Ну, все логично, все очень просто, все. Так, я не знаю, что может быть интересно. Так, так. Да, блин, ребята, холодно, капец. Если я спрашиваю, значит, им интересно ваши отношения. Можно у вас Марина Шапиткова ты1573, не знаю, почему у вас такой длинный никнейм, проспрашивать про ваши отношения, только если бы вас спрашивали о вашем муже или о вашем ребенке, каждыми днями по 100 миллионов раз, вас бы это не обрадовало, я вас уверяю. Просто вас никогда в жизни не спрашивало больше двух людей за всю вашу жизнь. Ну, трех, может быть. Там, тещи, я не знаю, соседки, потому что ей неинтересно и просто хочется спросить, ну, типа, ради уважения. Понимаете? На каменке говно, да? Я знаю, что ты за мной не лежишь. Это логично. Зачем тебе в Минске квартира? Ребятки, я купил квартиру в Минске три года назад, когда еще понятия не имел, что я окажусь на телепроекте. Я понятия не имел, что я буду жить в Москве. Ты что, злой такой? Потому что я злой. Я злой, сука. Я очень злой мужик. Очень злой. Так. Нет, я в настроении всегда, в принципе, просто иногда мне хочется терпеть глупых людей недалеких, а иногда не хочется. И я думаю, что в своем прямом эфире я имею право говорить, что я думаю, правильно? Я не робот, я не Ольга Бузова, которая всех любит, всем рада. Ну, конечно, это пиздеж, но опять же таки, я не актер 99-го левела делать вид, что я всеми вами дорожу, как Элджей поет. Вот, кстати, Элджей мне нравится тем, что он никогда этого не скрывал, что у него есть близкие люди, а все остальные, в принципе, ну, ему как бы, как бы, вот. Да, я злой и страшный, серый волк. Рыгаю ли я? Ну, когда прям мне плохо, я отравился, напился прям в саплиндосы, и мой организм получил токсическое отравление, да, я рыгаю, да. Так, Минск класс. Казахстан, привет. Когда Москву не знают, сдавай с квартиры больше. Да, когда я сделаю ремонт, буду сдавать квартиру. Человеческий где отдыхает, а я уже надыхался. Под нас колхозников завода делают, я согласен. Так. Для меня немножко другое извлечение имеет слово. Рыгать. Извините. Привет, Туфан. Привет, привет. А я как и смотрю на вас. Спасибо. Очень приятно. Прям безумно. И вот вы потом не задайте, почему я с подписчиками групп. Когда подписчики пишут что-то подобное, с хера ли я буду мил. А? Да. Потому что люди долбоебы. Твари. И в основном очень тупые, олигофрены, которые в жизни ничего не добились, но при этом они мне напишут, что я ничего не добился. Типа, что у тебя есть? У тебя есть квартира? А, блядь. Сука. Что ж тебе сказать? У тебя есть квартира и не доебаться. А? Ты стриптизом заработал? Все, ты проститутка. Телефонс. Ты там кто-нибудь еще? Ну, как всегда, короче. Ну, поняли. Хорошая фигура. Блин, черт. Реально хорошая фигура. Губики, все дела. Высокий, симпотный. А, да ты по-любому пидорас. Понимаете? У людей всегда найдется... Всегда найдется. Что сказать? Тимати успешен при бабках. Девочки, тачки, успех. Да ему батя помог. Пш, ни о чем. Че, блядь? Реально, люди дебилы просто последние. Это факт. Просто факт. Ничего здесь не скажешь, понимаете? У меня постоянно задают вопросы. Пидорас я или не пидорас? Какого размера у меня член? Зачем вы этим интересуетесь? Вам никогда этот член в рот не брать и его не трогать, извините. Детей попрошу удалиться из эфира, потому что сейчас очень интимные темы. Зачем вы интересуетесь? Геи зачем за мной следят? Я, блядь, в отношениях год. До этого был три года. Я всю жизнь в отношениях с женщинами. Нет, блядь, им все время хочется, чтобы я где-то... Хоть как-то был где-то на задней стороне. Понимаете? Че за фигня? Да не у всех, у большинства. И ничего с этим не сделаешь. Жизнь-боль, ребята. Жизнь-боль. А еще холодно. Знаете, почему я такой? Мне кажется, потому что я переохлаждение получил. Вот, что-то Беларусь так себе встречает. Прохладненько. Прохладненько, сладненько. Иду, умираю. Мне кажется, батарея разрядится очень быстро. Вот, мне главное дойти до... Так. Так, поругался с Лизой за клипа Бузовой. Чего? Чего? Какой клип Бузовой вы еще гоните? Какие поругался? Ладно, я вас понял. Ребят, это все странно. Клип Бузовой. Начнем с того, что это не клип Бузовой. Это клип телепроекта Дом-2. Никак Бузовой относительно не имеет никакого отношения. Это просто часть ее работы снять клип. Ей просто приплатили, вот и все. Потому что там Акабл и все остальные. А то, что поучаствуй в клипе Бузовой и получи ничего, вот это печально. Это говорит о том, что все нищеброды... А это больше даже говорит не о самой компании, которая многомиллиардная. Миллиардная, даже не миллионная, да, телепроект. Потому что это Газпром, блядь. Нефть и газ. А говорит о том, что люди наши готовы бесплатно работать. Так кто будет вам платить деньги, если вы согласны работать бесплатно? Никто. Все эти псевдомодели, которые пишут у себя, блядь, в листах. I am model fashion blogger photographer. Это реально. Сколько они стебутых на Comedy Club, это так и есть. Все, блядь, модели, но по факту проститутки или работают бесплатно. То есть никто на моделинке бабки не зарабатывает. Что значит модель в Беларуси, в России, в Украине? Это ничего. Есть три человека, которые модели по-настоящему. Модель это человек, который зарабатывает на фотках, на видео, на рекламе деньги. Все остальные можете просто башкой об стенку удариться. И просто... Какие вы модели? Вы дешевая рабочая сила? Я не знаю, даже... Слушайте, даже... Я сделал огромный комплимент. Какая дешевая рабочая сила? Бесплатно. Это рабы. Вот и все. Да, человек с влюбленом Бузову безумно вообще. Прям нереально. Бузова мне всегда симпатизировала, как человек, который из грязи в князи, как женщина самодостаточная. Я всегда считаю, что женщина... Женщины сильнее во многом мужчины. Женщины могут зарабатывать, как мужчины. Но почему-то женщинам гораздо удобнее ссылаться на свою слабость, на то, что должен все делать мужик. Мы живем не в средних веках, не в каких-то там... Сейчас женщины имеют те же самые права, что и мужчины. Просто женщинам удобно прикрываться мужчинами и быть слабыми. С одной стороны, для мужчин это хорошо. Можно всегда показать, насколько я мужик. Я купил тебе машину, купил тебе шубу, все. Сиди, молчи. Как-то так. Но вообще, по факту, по факту, по факту, Мармун, вот тоже, ты человек, видно, не совсем интеллектуально одаренный. Мужчины сильнее женщин физически, как физика, имеет отношение к баблу. Тогда бы все бодибилдеры и качки были бы миллионерами и миллиардерами. А миллиардеры, которые обычно или жирные, или худые, отношения к физике не имеют. Они очень слабы. И физически они сильны умственно. Финансы это энергия. Ей может обладать и мужчина, и женщина. Как-то странно, да, что Бузова зарабатывает миллионы долларов. Вы не подумали об этом? А мужики сильные? Большинство. Все живут. Ваши родители. Никто же этого не заслужил, не заработал. Как бы давайте говорить откровенно. Просто женщинам очень выгодно делать вид, что они, блядь, глупенькие, слабенькие и все остальное. Как-то так. Потому что женщина, которая всего добилась, она никогда не скажет, что она такая слабая и все остальное. Я не знаю, это вы плаксы, у меня все окей. Я, слава богу, зарабатываю. Сам себе купил и жилье, и путешествую, и ни у кого из вас не прошу. И не ссылаюсь на то, что мне должен мама, папа купить. Или, типа, знаете, как, ой, блядь, я такой охуенный, мне должны просто так утянуть. Чего, блядь. Все это полная, ребята, шляпа. Каждый человек в наше время может заработать миллиард, а может ничего не заработать. Все эти ссылки кто-то кому-то должен. Никто никому ни хрена не должен. Хочешь чего-то, сделай. Все очень просто. Но если у тебя есть возможность, понятное дело, ты этой возможностью пользуешься. У одного человека есть миллиард, для него миллион, не деньги, понимаете. Для миллионера сотни тысяч, не деньги. А для человека, который зарабатывает 100 долларов, для него не деньги только доллар, а десятка уже деньги. Все нужно исходить из заработка, из возможностей. Так и у женщин. Все очень просто. Ля-ля, ля-ля, ля-ля. Вот иду с вами разговариваю, как в монологе. Вроде кому-то вещаю, но, в принципе, на монолог больше походу. И почти тепло. Так. Класс. Приглашаю тебя, Лизу, в Грузию. Да, это прикольно. Грузия, блин, там говорят очень вкусно. Я сказал, что меня нужно в Москву. София, переставайте нюхать кокаин. Хотя нет, у вас только денег не будет. Переставайте нюхать бензин, клей. Потому что я подойду к вашему ларьку и скажу, чтобы вам больше не продавали. Потому что люди, когда обнюхаются, им вот эти токсикоманы, да, им видится какая-то фигня. Я хоть слово сказал, что я хочу в Москву. Где-то проронил. Ребят, давай, пожалуйста, прекращай нюхать клей. Переставай быть токсикоманкой. Это уже не модно. Будешь на кокаине сидеть, будешь модная, стильная, типа Билана, типа высшего общества. Но кокаин стоит, конечно, гораздо дороже. Поэтому от кокаина люди херню не несут. Они, наоборот, в себе. Они бодренькие, как Конор Макгрегор. Вот, поэтому желаю тебе перейти на кокаин, дорогуша. Потому что бред ты несешь серьезно. Так, пьячебоксары. В Грузии бомба вообще. Так. Мне в Минске хорошо. Я приехал в Минске дела делать. Двигаться. Привет, Донецк. Привет. Я вас тоже прям обожаю. Дела хорошо. Куда иду? Вы не поверите, я иду в метро. Хотел вызвать такси. Такси не вызывалось. Психанул. Хотя в Беларуси дешевое такси. И вообще, в принципе, Беларусь. Когда мне кто-то говорят. Так, я живу в центре. А ты живешь на Каменке. Или там, фу, блядь, хуевый район далеко. Чего? Пять минут на такси, это далеко? Бля! Вы в Лос-Анджелесе были? Вы в Китае были? Да ладно, вы в Москве жили, где час ты едешь. Просто час. От дома до зала. В Минске везде центр. Я всегда так говорю. В Минске везде центр. Не важно, где ты живешь. Конечно, если ты там хочешь жить прямо возле какого-то места определенного, тогда да. Я просто люблю тебя унижать, потому что ты любишь унижение. Понимаешь? Мы на этом с тобой сошлись. Мормон. Ты же знаешь, там. Так. Он по жизни и дочка. И он, и Лиза, и я. Какая ты молодец, а? Передай в Туркменистан. Кстати, в Туркменистане неплохие люди живут. Вот это я вам гарантирую. Такие интересные. Не была в Минске, но парни красивые. Ну, я вам так скажу, что везде есть и красивые, и некрасивые. Я вам скажу, тут тоже колхозников и уродов очень много. Вот. Как и в Москве, в Украине. Я бы сказал, что раньше, да. Раньше у нас люди были как-то симпатичные. Но это, наверное, больше связано с вложением денег в себя. А сейчас люди как-то, ну, хуже выглядят, что ли. Да я не отъел щучки, просто я молочки нажрался. Я же в Беларуси. Я вообще похудел на самом деле. Так серьезненько. Вот. Молочка меня так нормально бодр... Будоражит. Казахстан, ну, дышите. Привет, привет, привет. Кому купить цветов? Оп. Смотрите, сколько роз продают. Розы, розы. А знаете, в чем прикол? Смотрите. Пять рублей, да? Ребят, кто не в курсе, это два с половиной доллара. Так, пять рублей, два с половиной доллара. Переводим в Россию. Какой там у нас курс? Кто посчитает? Два с половиной доллара. 65, это 130. Слушайте, очень дорогие розы здесь. Представляете? В Беларуси розы стоят на... На 60 рублей дороже, что ли? На 30 процентов. Ага, всем розы купить, да? Короче, я вас понял. Вам всем купить роз. Прикиньте, устроил встречу с розами. Всем розы дарю. Розовый магнат. Я что-то типа этого. 309 рублей. Охренели. Слушайте, в Москве за 140 рублей можно купить нереально крутые розы. Такой живой. Ну да, брат, не мертвый. Слушайте, там песни классные. Я все сказал. Слушайте. Но все равно. Я тебе желаю. В Фикасе, там был этот, Киркоров, ребят. Я сделаю конкурс. Там у ребят просто лютый конкурс. Офигеть. Можно с тобой спеть, братан? Не тратся? Спасибо. Не буду тратиться. Обещаю тебе. Хватит. Все. Хватит считать. Просто дороже. Борода и брови четкие. Нравится, да? Одинокий. Я все. Я все. За кого? ЧГ болеешь. А что такое ЧГ? Можно поинтересоваться? Так, ты по фоткам, честно, смазливый болеешь? А так лучше оказывается намного. Ну слушайте, некоторым нравятся смазливые парни, а некоторым нравятся не смазливые. Сейчас я выгляжу. Долго в Минске. Да, я думаю, что у меня на ремонт пойдет куча денег. Не смогу себе позволить новый айфон из-за 2 косаря долларов. Я лучше 2000 долларов потрачу на электрику, чем на новый айфон. Я вначале подумывал купить X-Max, но он стоит 1200 долларов, поэтому я подумал, слушай, мой не так уж и плох, ему всего лишь годик. Даже года нету. Вот, поэтому решил, что лучше потратить на ремонт штукатурка, все дела. Вообще, кто бы занимался ремонтом, ребята, это такой геморрой. Я за день разговариваю с разными рабочими, у всех разные цены, и я не могу понять вообще, из чего исходить. Как и любой здравомыслящий человек, я хочу сэкономить, но, конечно же, я хочу, чтобы все было хорошо. Поэтому как-то так. Вы не представляете, я в метро за долгое время спустился. Я две недели нахожусь в Минске. Первый раз в метро залез. Не так уж и плохо. Кстати, в Минске прикольное метро, не то, что в Москве. В Москве вообще не могу в метро находиться. Я только на такси катаюсь, потому что там метро, мне кажется, создал какой-то Саруман. Вот. Нереально сложное. Попробуй там разберись. Вот, тяжеляк. Сыч, белорусская фамилия? Вообще без понятия. А это вообще... Я заплакал, потому что у меня есть чувства. Понимаешь? Ты можешь меня задеть чем угодно. Можешь мне хоть что написать. Абсолютно по барабану. Нет, дизайнер у меня был очень крутой. Дизайнер у меня был классный. Реально, прям пушка. Он мне все сделал, как я и хотел. По хорошей цене. Я дизайнер заплатил тысячу долларов за работу, за всю. Ну, это сколько? 65 тысяч России обошелся мне дизайнером. Вот. Поэтому... Ну, классно, классно. Метро говно. Ну, стою здесь, дома два, Леш. Да, был когда-то. Что вы тут забыли? Вот, общаюсь с людьми. Можно приедет. Короче, стесняется. Нет, я уже приехал. У меня тут много дел. Так, а мне в какую сторону, господи? Метро давно не ретел. А, вот, Эмилю. Это же в эту сторону. Можно сходить? Да, конечно, давайте. Так мило. Конечно, конечно. Ура! Да ничего не видно вообще. А, вот, видно. Он начал думать. Класс. Можно поднять? Я немножко повыше вас. Вы себя не хотите сфотографировать? Только меня? Я после работы очень плохо. Выключу. Я понял. Удачно. Нет, что. Я в Минске делаю ремонт, а не в Москве. Ну, спускайтесь в метро. Встретите меня, можете со мной пообщаться. Почему нет? Я не против. Тарай-рарай. Я думаю, что человек все должен понимать, какая у меня заставка на моем рабочем столе. Вы хотите мне сделать ремонт? Серьезно? Вы серьезно сейчас это сказали? Ну, типичная женщина, которая, я плохо выгляжаю после работы. Ну, знаете, нормальная девушка всегда хорошо выглядит и после работы, и на работе, и до работы. Но это странно. София, топот, каким ты клеем, я никогда не буду, я тебе уверяю. Налей.